Богатые тоже плачут. И платят. Меня зовут Мария Денисова, и я рада вас приветствовать на своем канале. У меня для вас есть просто потрясающая реальная история о том, как миллиардеры, элита и сливки общества теряли целые состояния. Вот представим, что вы баснословно богаты. Что делать с деньгами, чтобы их не съела инфляция в банке? Чтобы они не заплесневели под матрасом? Или не растворились в увеселениях и кутеже? У состоятельных и мудрых людей есть традиция нести свои капиталы в инвестиционные фонды. Там уж точно не обманут. Кому, как не сотрудникам этих фондов, можно доверять? Ну, не государству же. Вот Берни Мэдов, известнейший человек в высшем обществе, и все ваши знакомые миллиардеры вложились в его фонд. К тому же фонду этому уже почти 40 лет, что может пойти не так? Пойду-ка и я, то бишь вы, к этому мистеру Мэдову со своими денежками. Именно так и рассуждали тысячи состоятельных людей того времени. Сегодня вы узнаете, как Берни Мэдову удалось так долго водить за нос экономистов и государства. А главное, сколько он украл за эти 40 лет и почему так долго пудрил мозги. Обязательно досмотри это видео до конца, это чертовски увлекательная история. Сначала немного биографии нашего героя. Он уже покинул наш мир в 82 года, при этом отбывая наказание в 150 лет лишения свободы. Мэдов родился в 1938 году в районе Куинс в Нью-Йорке. Его отец Ральф управлял магазином спортивных товаров. Но в начале 1950-х годов, когда Берна был еще подростком, компания обанкротилась. Берни во что бы то ни стало решил добиться успеха. После школы он освоил политологию и юриспруденцию. В юности Мэдов женился на еврейской девушке Рут из состоятельной еврейской семьи. Она работала на фондовом рынке и в 1960 году вместе с ней Мэдов организовал инвестиционную компанию. Потом был период, когда наш герой занимался дешевыми бумагами, но амбиции бурлили в юном уме. И постепенно Мэдов перешел к крупным сделкам. Бернар дружил с влиятельными бизнесменами и привлекал их в качестве инвесторов. Он выплачивал им солидную прибыль и слава о нем распространялась по принципу сарафанного радио. Фонды Мэдов не всех принимали в свои круги и это создавало флер исключительности. Закрытые сообщества вызывали больше интереса, согласитесь. Это так статусно было состоять в одном из них. Спустя 40 лет мистер Мэдов уверял суд, что он инвестировал и делал это успешно. И использовал стратегию безрискового арбитража. Обычно брокеры покупают акции, надеясь продать их дороже. В то время как арбитражный брокер уверен в том, что они продадут дороже. Мэдов оказывал именно такие услуги по его словам. У следователей на этот счет были другие соображения. Они утверждали, что Бернард использовал схему Понци, когда деньги первым инвесторам выплачивались за счет притока новых. Финансовую пирамиду назвали в честь Чарльза Понци. Итальянского авантюриста, который переехал в Америку и обманул сотни людей. Жаль, что именем Мавроди не назвали ни одной схемы. Но, увы, он не новатор. Мэдов стал для госструктур одним из главных экспертов. Как думаете, что связывает Стивена Спилберга и Джона Малковича, кроме кино? Они были обмануты Мэдовом. Благодарительный фонд Стивена Спилберга очень пострадал от рук нашего героя. Но точная сумма, которую он потерял, не разглашалась. Некоторые другие жертвы аферы решили рассказать о своих потерях. Среди них Кевин Бейкон. Он потерял миллионы долларов на инвестициях в фонды Мэдово. Актер Джон Малкович лишился 2 миллионов долларов. Ларри Кинг 700 тысяч долларов. Лауреат Нобелевской премии Эль Визель вместе с супругой потеряли все свои сбережения. 12 миллионов долларов и 15 миллионов долларов. Визель рассказывал, что их с Мэдово познакомил богатый и надежный друг, который дружил с Бернардом полвека. Как видите, даже известные и богатые и знаменитые люди могут ошибаться. От промахов не спасает ни слава, ни Нобелевская премия. Если вы хотите наладить отношения с деньгами, если вы хотите разобраться, как же научиться создавать и сохранять деньги, переходите по ссылке в описании к ролику. Возвращаясь к истории, не все было так гладко. Кого-то все-таки настораживала обещанная Мэдово высокая доходность. Например, финансовый аналитик Гарри Маркополос неоднократно предоставлял комиссии по ценным бумагам и биржам в доказательство того, что Мэдово мошенник. Он даже сам делал собственное расследование. Но комиссия расследовала деятельность Мэдово 5 раз и ни разу не обнаружила нарушений. Крупные аудиторские компании не сообщали о каких-либо нарушениях. А банки игнорировали отмывание денег на многомиллионном счете Мэдово. Наступил 2008 год, а вместе с ним и мировой кризис. Инвесторы пирамиды Мэдово захотели вернуть свои деньги, которых внезапно стало не хватать. Самое интересное, что родственники Бернарда не знали о его многолетних махинациях. Но в конечном итоге он признался семье, что использовал мошенническую схему. Сыновья Мэдово, которые работали в этой же фирме, сдали его федеральным властям. И на следующий день его арестовали. Итого люди из высшего общества потеряли больше 20 миллиардов первоначальных инвестиций. А общие потери оцениваются в 65 миллиардов долларов. В 2009 году Мэдово признал себя в 11 пунктах предъявленных ему обвинений. Включая мошенничество с ценными бумагами. Итого по решению суда Мэдово должен был вернуть более 17 миллиардов своим клиентам по решению суда. Вот такая история. Но даже не верится, что эта история могла произойти в нашем веке. Но такое бывает. Чтобы не попадать в подобные схемы и не терять деньги, необходимо постоянно анализировать, что происходит с вашими деньгами и с вами лично. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Мария Денисова. Субтитры сделал DimaTorzok